Шалом! Шаббат шалом! Сегодня суббота. Мы проводим субботнее служение. И сейчас я буду читать проповедь. Проповедь называется так. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Итак, мы начинаем. Ну, вы все знаете, что в Библии есть первое послание к фессалоникийцам апостола Павла. И в пятой главе есть замечательные три стиха. С 16 по 18 звучат они так. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И сегодня я расскажу вам, что означает «непрестанно молитесь». В общем-то, если дословно разбирать, не духовно, а физически этот стих «непрестанно молитесь», то понятно, что это невозможно днем и ночью молиться непрестанно, непрестанно, непрестанно. Непрестанно – это «непереставая» переводится, «непереставая». Но и так Бог сказал, да? Но у всех у нас есть семьи, есть свои обязанности, есть работа, есть какие-то дела. И невозможно постоянно молиться. Это и не нужно. Бог этого не требует. Сегодня я расскажу и объясню на примере Библии, Библии, как бы что означает эта фраза и что входит в это «непрестанно молитесь». И как бы «вишенка на торте», значит, вот эта тайна будет открыта в последнюю минуту этой проповеди. Вот там я уже как бы точно скажу и объясню, что это значит. Итак, сегодня будет разбор нескольких пунктов из Слова Божьего о молитве. О молитве. И самое первое место Бог мне показал – это молитва «Отче наш». Вообще молитва, что такое молитва? Это разговор с Богом. Это когда человек обращается к Богу. И это может быть все, что угодно. И просить, прославлять и так далее, и так далее. Покаяние – это все молитва. Но давайте мы разберем именно молитву «Отче наш». Вообще молитва – это двусторонняя связь. Но обычно мы как бы знаем то, что мы говорим Богу, а то, что Он отвечает нам, а Он всегда отвечает, мы не слышим. И мало людей, кто слышит. Только особо духовные люди или люди, которые имеют пророжский дар, они слышат, что Бог отвечает. Итак, давайте почитаем мы Луки 11 глава с 1 стиха. Случилось, что когда Он, имеется в виду Иисус, в одном месте молился и перестал, один из учеников Его сказал Ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Очень интересный момент. Дело в том, что в то время в Израиле и намного позже, то есть и намного раньше до этого, за много-много, скажем так, ну может не тысячелетий, но столетий точно, абсолютно, мальчиков, начиная с 4-летнего возраста, учили не просто молиться, а учили Божьему Слову, Торе, и причем настолько серьезно учили, что они наизусть знали Тору, и более того, помимо того, что они наизусть знали Тору, они знали нараспев каждый стих Торой, начиная с 4-летнего возраста. И они знали, вот если речь идет об учениках Иисуса, они знали все канонические молитвы и молились ими. Где-то за 500 лет до Рождества Христова собирался священный Синедрион, на котором огромное количество было еврейских мудрецов и учителей, Торы и раввинов, и они такой свод молитв придумали. Сейчас это все в Сидурах есть. Молитв было очень много к этому времени, огромное количество. Огромное количество было молитв, и нужно было выбрать, но самое важное, для канона. И они были выбраны, эти молитвы, там были еврейские молитвы, субботние молитвы, там были молитвы прославления, молитвы на каждый праздник, и так далее, и так далее. Очень много. Молитвы благословения, очень много. Ежедневные молитвы, там Шма Исраэль и Шма Исраэль, 18 благословений. И вот это был канон. Это выбрали из многообразия, там из тысяч молитв, выбрали канон. Определенное количество молитв по определенным темам. И каждый мальчик, начиная с 4-х летнего возраста, это все учил и знал. Наизусть они знали эти молитвы. Более того, все ученики Иисуса и Иисус, каждый день молились этими молитвами. И там были ежедневные молитвы, которыми нужно было молиться два раза в день. Это Шма Исраэль, нужно было два раза в день произносить. А Шмоне Исраэль, 18 благословений, три раза в день нужно было этой молитвой молиться. И они это делали. Но здесь они задают на наш взгляд странный вопрос. Они говорят, научи нас молиться. Что, почему, как? Вы же умеете молиться. Очень просто. Они услышали, как Он молился. И они услышали нечто необычное. Они услышали то, что не было каноном абсолютно. А это было доверительный разговор с Богом. Это было доверительное отношение к Богу. А не краем уха. Вообще-то Иисус всегда уходил на гору молиться в одиночестве. Он хотел в одиночестве молиться. Его всегда. Но это был какой-то случай, тут подробности не приводится, что ему нужно помолиться было. И они услышали. Они где-то рядом были, они услышали. Им понравилось. Это то, что мы сейчас, вот как мы сейчас молимся, своими словами. Вот так он молился. И они, когда это услышали, для них это настолько было удивительным, что они пришли и говорят, научи нас. Научи нас. И дальше Иисус им говорит, когда молитесь, говорите. Отче наш. Сейчас я прочитаю вариант правильный. Не тот, который в Библии, а тот, который действительно был в ивритском варианте, в первом варианте, был этот текст Библии. Библии. Текст молитвы Отче нашего. Послушайте. Отец наш, на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да исполнится воля Твоя, как на небе, так же и на земле. А в нашей молитве, отче наш, да, и в Матфея, и в Луке, тут сказано, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Правильно? Вот у нас написано в русских Библиях, в Синодальном, там другие, но на самом деле, правильно, на иврите, тут написано, кэба шамайм, кэнба арец, а шамайм, это небеса, как на небесах, а арец, это земля, так же и на земле. Вот так, первоначально, ну правильно, это оригинал. Вот еще раз, да исполнится воля Твоя, как на небе, так же и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам сегодня и прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешающим против нас. Не дай нам впасть во власть искушения, но сохрани нас от зла. Вот сейчас я вам прочитала оригинал, оригинал. И многие знают так, что ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Это ставка. Ставка. Этого в оригинале никогда не было. Это можно говорить, оно не зачеркивает как бы смысл. И смысл это хороший, как бы монахи добавили. Ну, вот по этой они в душе были, вот добавили. Ну, добавили и добавили. Хорошо. Итак, что мы видим в этой молитве? Мы видим три составляющие. Первая составляющая, это прославление Бога. Отец наш на небесах, да светится имя Твое, да придет царство, да исполнится воля Твоя, как на небе, так же и на земле. Дальше идет просьба к Богу. Хлеб наш насущный, дай нам сегодня. Просьба. И третье, идет покаяние, именно в этой молитве. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем, согрешающим против нас. Не дай нам впасть во власть искушения, но сохрани нас от зла. Это тоже просьба. Просьба к Богу. И эта молитва чудесная, потому что она имеет силу. Не потому, что Иисус предложил ее, да, и как бы автор Иисус. Не только поэтому, а потому что, если вы так молитесь, вот эти просьбы Бог обязательно исполняет. исполняет. То есть, Он прощает грехи, Он, если вы прощаете, согрешающим против вас. Дальше. Вы говорите, не дай нам впасть во власть искушения, но сохрани нас от зла. Это вы просите Бога, значит, Он это сделает. Он не даст вам впасть во власть искушения, и сохранит вас от зла, от любого зла. Поэтому это очень сильная молитва. И вместо свидетельства один пастор рассказывал, что Бог его побудил каждый день читать эту молитву. Он стал читать, и он говорит, что такие изменения в жизни, вот если раньше были атаки бесовские сильные, то после того, как он стал это читать, уже как бы это, но настолько было ослаблено процентов на 80, на 90. И Бог от искушения его избавлял, и от зла защищал. Реально. Реально. Поэтому я всем очень рекомендую эту молитву. Следующий образец по молитве это слова Иисуса Христа, Матфея 26, 41. Он сказал так. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно. Что, о чем здесь речь? Речь идет о том, что, когда мы молимся, когда мы молимся, наш дух бодр, если человек позволяет духу, который в нем находится, руководить жизнью, все будет под Божьим контролем. А если мы не молимся, то у нас плоть вылазит. Душа – это плоть. Если душа начинает управлять, а душа – это эмоции прежде всего, и начинаются, если какие-то негативные эмоции, неважно по какому поводу и почему, они, если начинают давлеть, то это уже приходит немощность, немощность во всем. В делах, в отношениях, в состоянии души и даже тела. Поэтому Иисус рекомендовал бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Даже может быть такая вещь, ну вот, любой можно примерить, ну вообще любой. Вот, допустим, христианин, мужчина, да, и вот летом он идет по улице, и идут девушки, слишком оголенные. Ну, верующие так не одеваются, мы говорим не о верующих, мы говорим о неверующих девушках, у которых вырезы такие, тут грудь видна сильно, да, руки голые, коротенькие, там шортики такие, что почти, извините, попу видно голую, да. Вот, и он смотрит, и он искушается. Понимаете? Потому что, ну, трудно, трудно, мужчине, не посмотрев на это все, быть совершенно равнодушным. Поэтому, такой мужчина, если он знает, если, есть, кстати, мужики, которые абсолютно равнодушны к этим вещам, верующие, а есть, которые, ну, искушаются, да. И вот если такой мужчина, он знает, что может прийти искушение в его жизнь, он должен перед тем, как выйти из дома, молиться, помолиться, сказать, Господи, отверни меня от всякого искушения, может даже очень аж прочитать, и вот сказано, что не дай нам впасть во власть искушения, но сохрани нас от зла. А почему Иисус во множественном числе эту молитву, как бы, привел в пример? Потому что именно в еврейских молитвах и в канонических там всегда идет от множественного числа. Молитва к Богу там идет обычно от множественного числа. Поэтому он так и говорит, нас, не дай нам впасть во власть искушения, сохрани нас от зла. Дай нам хлеб, прости нам грехи наши. Ну там так принято. Это по канону так принято. Понятно, да? То есть надо молиться. Я еще тоже позже буду об этом говорить. Нужно молиться обо всем. Обо всем. О любых делах. Сегодня, по всему, вам нужно идти на работу. Вот перед тем, как идти на работу, вы должны остановиться. Лучше всего сесть или встать, или как вам, любое состояние, и помолиться, скажи, Господи, благослови мой день. Благослови сегодня мою работу. Благослови дорогу на работу. И дорогу с работы. Чтобы все было хорошо. Благослови всех на работе. Благослови начальника, чтобы он хорошо ко мне относился. Я его сейчас благословляю, и ты его благослови. И так далее. Обязательно промолить работу надо. Поход туда и назад. Потому что бывает ДТП. И могут сбить. И на переходе. Бывает такое, что прямо человек на переходе. Красный свет для машин. И все равно мчится машина. Или пьяная, или дурная. И все сбивает человек. И человек погибает. Сколько угодно сейчас таких случаев. Ну вот. Дальше. Третий случай. Это Иаково 5.15. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он садил грехи, простятся ему. Вот. О чем здесь речь? Речь идет о том, что если человек заболевает, ему нужно пригласить духовных наставников, лидеров, пасторов. И чтобы они помолились. За исцеление. Вот полностью так звучит этот отрывок. Зло страждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот здесь Бог напоминает нам из Ветхого Завета место, когда пророк Илья помолился, и не было дождя три с половиной года. И потом он помолился через три с половиной года, чтобы пошел дождь, и дождь пошел. Вот какая сила молитвы, сила молитвы. Дальше. Ну, у нас множество было раз, когда мы останавливали дождь, или когда мы молились, когда нужен был дождь, когда сухая земля, мы в группе молились, и Бог отвечал всегда, когда надо, останавливал дождь, когда надо. И у меня множество случаев таких в жизни было, вообще множество, огромное количество. Следующее место из Писания по молитве это Деяние апостолов 16.25. Около полуночи Павел и сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Татчас отворились все двери и у всех узы ослубели. Вы помните, наверное, это место, когда Павла и Силу избив, бросили в тюрьму и ноги и руки в колодки забили. Но они не огорчили при темнице это там вообще, это как вам объяснить, там даже окон нету в темнице. Это такой, знаете, каменный мешок, очень сырой, там холодно. Но благо в Израиле температура воздуха там достаточно тепло. И вот они не нашли ничего лучше, как то, чтобы прославлять Бога. Они молясь и воспевали Богу. Я сейчас полностью так у Люды что-то так, я Люде звоню. Что-то сорвалось. Алло? А на чём ты остановилась? Да. Ага. 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 Да-да-да-да-да. Окей. Да, мы продолжаем. Значит, ну, только что в Люду прекратилась связь. Значит, я хочу прочитать этот кусок полностью, может, кто-то не знает или забыл, чтобы вы поняли какие-то очень важные вещи, я потом ещё это всё объясню. Итак, Деяние 16 глава 16 стиха. Начинаем. Как вы понимаете, это всё описывал Лука, евангелист Лука, который был ещё и врачом, и который всегда сопровождал Павла. Он дружил с Павлом, а он всегда Павла сопровождал. И это он описывает. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, сии человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И Дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. получив такое приказание, он вверг их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Там не только ноги, там и руки были забиты в колоду. Около полуночи, вы представляете, с них сорвали одежду, их избили, сильно избили палками и повергли в темницу голых, избитых, в крови, в ранах, вот в таком состоянии, мало того, их еще там связали и в колодку забили, руки и ноги, деревянные колодки, чтобы они вообще двинуться не могли. И еще эти начальники, они приказали крепко стеречь их, крепко. Около полуночи, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Вы представляете, вот эти люди, они поняли, что им терять нечего. Ну, все, жизнь закончена, их, они избиты, они, поврежденные тела у них, и судя по обвинениям, им долго тут находиться, и у них как бы и надежды нету выйти уже отсюда никогда. Все. И вот в таком, просто представьте себя в таком состоянии, что вы будете делать, понимая, что вы находитесь в тюрьме, вы понимаете, что вы никогда не выйдете, вы избиты, изранены, физически, в ужасном состоянии, боль, может быть, начинают там эти раны гноиться, я не знаю. Вот вы находитесь вот в тюрьме, в таком состоянии, еще и в темнице, в темнице, ни капельки света, ни капельки свежего воздуха, задыхать, ничего. И я не знаю, что вы бы чувствовали, но я хочу ваше внимание обратить на этих благословенных Павла и Силу. И тут сказано, что когда они стали молиться и воспевать Бога, узники их слушали. то есть все, кто в досягаемости слуховой был, услышали это и замолчали и внимательно слушали, что же происходит. А они славили Бога, они пели псалмы, они славили Бога и благодарили за все Бога. Понимаете? Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Что делает Бог? Как Он отвечает на эту ситуацию? Когда Он увидел их верные сердца, любовь их к Богу, смирение, все самое прекрасное, Он стал отвечать. Он делает такое землетрясение, что все там начальники в страхе были, этот начальник темницы в жуткий ужас пришел, дальше Бог открывает все двери темничные, все двери, всех камер открывает, и у всех узников падают колодки, наручники, цепи, в общем все, что их сковывало, это все падает, и они освобождаются. темничный же страж пробудившись и увидел, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали, там же темно было, тем более час ночи, там же не электричество, ничего, это надо специально факела эти зажигать, эти свечки зажигать, это не такое простое было дело. Но Павел, видите, он хотел себя умертвить, потому что он понимал, что если убегут узники, то его убьют, его казнят очень жестоким образом, так и делали, кстати. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо всем и здесь. Он потребовал огня, бежал в темницу и в трепете припал к Павлу Исилии, вот этот начальник тюрьмы, и выведя их вон, сказал, государьи мои, что мне делать, чтобы спастись? Вы представляете, как Бог прикасался к нему? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проведывали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Темничный страж объявил о всем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас римских граждан без суда всенародно били и бросили в темницу а теперь тайно выпускают нет пусть придут и сами выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам и те испугались услышав что это римские граждане и придя извинились перед ними и выведя просили удалиться из города. Они же выйдя из темницы пришли к Лидии и увидел братьев получали их и отправились. Вот такая сила молитвы. Теперь пятый пункт тоже по молитве пятый случай. Иисус молился в Гефсиманском саду и ангелы пришли и укрепляли его. Луки 22 40 придя же на место сказал им молитесь чтобы не впасть в искушение это он ученикам троим любимым сказал сам же отошел от них на вержение камня и преклонив колени молился и говоря отче если бы ты благоволил пронести чашу мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет явился же ему ангел с небес и укреплял его и находясь в барении прилежнее молился и был под его как капли крови падающей на землю встав от молитвы он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им что вы спите встаньте и молитесь чтобы не впасть в искушение мы видим что вот Иисус молился да он вначале сказал что Господи пусть пройдет эта чаша мимо меня но не моя воля но твоя да будет это в другом Евангелии потом он продолжал молиться и говорит но да не будет моя воля но твоя да будет и пришел ангел Бог послал ангела и он укреплял Иисуса это тоже ответ на молитву я реально сейчас в своей жизни вижу как ангелы помогают мне как ангелы защищают мой город он мне даже видение показывал как ангелы защищают мой город днем и ночью я прошу об этом и я просто видение он мне показывал это реально это возможно это ответы на молитву следующее шестое случай это молитва Иосифата и всего народа принесла победу над врагом читаю я вам после всего это 1 параллель повинон 20 глава спиростиха после всего муавитяне и аманитяне а с ними некоторые из страны маанитской пошли войной на Иосифата и пришли и донесли Иосифату говоря идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии и вот они в Хацацон Фамаре то есть Венгиди и убоялся Иосифат это царь был это праведный был царь иудейский и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее и собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов иудеиных пришли они умолять Господа умолять умолять молитва и стал Иосифат собраний иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал Господи Боже отцов наших это молитва не ты не ты на небе и ты владычествуешь над всеми царствами народов и в твоей руке сила и крепость и никто не устоит против тебя не ты ли Боже наш изгнал жителей земли сей предлицем народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама друга твоего навек и они поселились на ней и построили тебе на ней святилище во имя твое говоря если придет на нас бедствие меч наказующий или язва или голод то мы станем пред домом всем и пред лицем твоим ибо имя твое в доме всем и воззовем к тебе в тесноте нашей и ты услышишь и спасешь кто это говорил это говорил Соломон как вы помните на освящении храма и дальше Иосифа продолжает и ныне вот амонитяне и мавитяне и обитатели горы Сеира через земли которых ты не позволил пройти израильтянам когда они шли из земли египетской а потому они миновали их и не истребили их и вот они платят нам тем что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего которое ты отдал нам Боже наш ты суди их ибо нет нас силы против множества сего великого пришедшего на нас и мы не знаем что делать но к тебе очи наши и все иудеи стояли при лице господнем и малые дети их жены их и сыновья их тогда божие завтра выступите против них вот они восходят на возвышенность циц и вы найдете их на конце долины пред пустынею ируилом не вам сражаться на сей раз выстаньте стойте и смотрите на спасение господне посылаемое вам иуда иерусалим не бойтесь и не ужасайтесь завтра выступите навстречу им и господь будет с вами и преклонился иосафат лицом до земли и все иудеи и жители иерусалима пали перед господом чтобы поклониться господу и встали левиты и сынов кафовых и сынов кореевых хвалить господа бога израилева голосом весьма громким кто такие левиты певцы они пели они славили бога прославляли 20 стих и встали они рано утром и выступили к пустыне фикойской и когда они выступили встал иосафат и сказал послушайте меня иудеи и жители иерусалима верьте господу богу вашему и будьте тверды верьте пророкам его и будет успех вам и совещался он с народом и поставил певцов господу чтобы они в благолепии святыни выступая вперед вооруженных словословили и говорили славьте господа ибо вовек милость его и в то время как они стали восклицать и словословить господь возбудил несогласие между аммонитянами маовитянами и обитателями горы Сеира пришедшими на Иудею и были они поражены ибо восстали аммонитяне и муавитяне на обитателей горы Сеира побивая и истребляя их а когда покончили с жителями Сеира тогда стали истреблять друг друга когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство и вот трупы лежащие на земле и нет уцелевшего и пришел Иосифат и народ его забирать добычу и нашли у них во множестве и имущество и одежды и драгоценные вещи и набрали себе столько что не могли нести и три дня они забирали добычу так велика была она а в четвертый день собрались на долину благословения так как там они благословили господа посему и называется то место долиной благословения до сего дня и пошли назад все иудеи и иерусалимляне и иосафат во главе их чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем потому что дал им господь торжество над врагами их и пришли в Иерусалим с псалтырями и цитрами и трубами к дому господню то есть храм иерусалимский и был страх божий на всех царствах земных когда они услышали что сам господь воевал против врагов Израиля и спокойно стало царство иосафатова и дал ему бог его покой со всех сторон вот что делает молитва и осталось один остался маленький последний пример Исайя 38 глава в те дни языке заболел смертельно это был такой царь иудей благочестивый очень царь языкия и он заболел смертельно и пришел к нему пророк Исаия сына мосов и сказал ему так говорит господь сделай завещание для дома твоего ибо ты умрешь не выздоровеешь тогда языкия отворотился лицом к стене и молился господу говоря о господи вспомни что я ходил пред лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодно и в очах твоих и заплакал языкия сильно и было слово господня Исаия и сказано пойди и скажи языки так говорит господь бог Давида отца твоего я услышал молитву твою увидел слезы твои и вот я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей вот что делает молитва он должен был умереть но он помолился богу и после этой молитвы бог его исцелил и добавил ему еще пятнадцать лет жизни и защитил его страну и так что такое непрестанно молиться первое это молиться заранее обо всем о любом своем деле пойти в магазин сдать экзамен и так далее обязательно нужно заранее помолиться обязательно это первое и второе нужно пребывать молитвенном состоянии то есть молиться в духе на языках это нужно делать свободное время всякое свободное время вот вы идете в магазин или на почту или в банк или еще куда-то вот вы идете да по любому для работы идете с работы идете молитесь на языках молитесь тихонечко на языках молитесь и вы постоянно будете пребывать в молитвенном состоянии вы начнете слышать голос Божий начнут приходить откровения в ваш дух и Бог будет восполнять ваши нужды сто процентов вот в этом секрет что такое непрестанно молиться запомните это первое это молиться заранее всегда всегда за любое дело заранее и второе пребывать в молитвенном состоянии то есть молиться в духе на языках я на этом заканчиваю проповедь мою сегодняшнюю и благословляю всех кто слушал смотрел и будет еще смотреть Аминь